Любой ответ на санкции США признали губительным для россиян. Санкции неизбежно продолжат оказывать негативное влияние на экономический рост России. В случае ответа Москвы на действия Вашингтона экономисты прогнозируют ухудшение ситуации в российской экономике. Об этом говорится в докладе неувшей комментарии о государстве и бизнесе, который есть в распоряжении Лента.ру. Возобновление войны санкций усиливает и без того возросшую изоляцию российской экономики, что способствует закреплению ее технологического отставания и сохранению низких темпов экономического роста, полагают экономисты. В случае ответных российских мер ВШИ дает пессимистичный прогноз. Размер российской экономики на порядок меньше экономики США, а это означает, что сколько-нибудь чувствительные для США санкции ударят по России гораздо сильнее, пояснили ВШИ. Согласно благоприятному сценарию экономистов, при отсутствии новых санкций нынешние ограничения приведут к росту оттока частного капитала из России, увеличению потерь от снижения экспорта, ослаблении рубля и повышению инфляции. Ключевая ставка сохранится до конца 2018 года около текущих 7-25%, а ожидаемый рост ВВП в 2018 году замедлится с 1-9% до 1-7%. При отсутствии новых шоков эти эффекты, по оценке ВШИ, будут носить временный характер и исчерпают себя через 1-2 года. Тем не менее, санкции неизбежно продолжат оказывать негативное влияние на экономический рост на более фундаментальном уровне, ограничение притока иностранных инвестиций, осложнение выхода на внешние рынки и прочее, влияя на общую конкурентоспособность страны, что приведет к ограничению долгосрочных темпов роста, говорится в докладе. Как полагают ВШИ, уже введенные санкции потребуют денежных вливаний со стороны государства. Ситуация на подсанкционных и смежных предприятиях гарантированно ухудшится, что может вызвать рост социальной напряженности в и без того сложный посткризисный период, говорится в документе. Вашингтон 15 апреля заявил о готовности ввести новые ограничения в отношении российских компаний, осуществляющих поставки сирийским властям. Как ожидается, об ограничениях объявит 16 апреля. В США 6 апреля ввели санкции в отношении нескольких российских предпринимателей и компаний. После этого рубль начал снижение к основным мировым валютам. Так, 11 апреля курс доллара превысил 65 рублей, евро преодолел отметку 80 рублей. Перейти в мою ленту новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.